Но это уже было. Мне безумно интересно. Аромат очень дорогой, но бог с ним, с ценой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это чересчур, конечно, да. Всем привет! Меня зовут Ольга Грасс. Рада снова увидеться с вами. Я, к сожалению, всё ещё нахожусь дома на своём таком незапланированном больничном. К сожалению, всё идёт не так, как хорошо, как хотелось бы. Но ничего, скоро я буду снова в строю и буду вместе с вами радовать своими выпусками и стараться помогать людям. Я готовила огромный выпуск к 23 февраля. Всех мужчин поздравляю с прошедшим праздником. К сожалению, не смогла его вовремя выпустить. Теперь он уже не актуален. Сегодня понедельник, и я распакую для вас две абсолютные новинки. Они у меня уже заждались, и я заждалась их. Я их хочу услышать немедленно и рассказать вам, как они пахнут. В ближайшее время подготовлю выпуск 8 марта. Очень надеюсь, что всё будет срок, и, в общем, что я с Божьей помощью скоро всё будет нормально. Что хочется сказать в первую очередь? Новинки, которые сегодня я хочу показать вам, вот они у меня на столе. Они мне безумно интересны, и хочется вместе распаковать и посмотреть, что там внутри. Поправка такая, что при болезни ковидом, кто болеет второй раз, слава богу, нюх не теряется. Запахи и всё остальное сохраняются не как в первый раз. Я болела дважды, вот болею второй раз. И есть другие более, наверное, плохие моменты, но запах и ощущения, мне кажется, даже ещё сильнее стал сейчас, чем был. То есть обоняние и ощущение ароматов никуда не делось, слава богу, хотя бы так. Ну, в общем, давайте без лишних слов перейдём к распаковке. Сегодня покажу вам Атар. Вот такой вот цветочный мускус. Аромат абсолютно новый. Я уже слышала и посмотрела, что о нём очень много хороших отзывов. Я, к сожалению, не знаю, как он пахнет. Уже подавно мы его распаковали, но раз такая ситуация... Лучше поздно, чем никогда. Возможно, ещё и не поздно. В общем, сегодня у нас вот такой красавчик на этой теме. И также мы сегодня распакуем компанию Hot Fragrance. Новый аромат, их абсолютно новый, называется Божественный цветок. Давайте посмотрим, насколько он там Божественный. Ну и стоит ли у нашего внимания вообще. Поехали! Как я уже и сказала, божественный цветок в компании Hot Fragrance. Давайте начнем с него. Вот нашего любимого пластикового ножа дома у меня, к сожалению, нет. Но есть вот наша заколка, которую мы использовали в прошлый раз. Не будем голову ломать и нам открывать, будем открывать и ей. Ну что, поехали! У меня уже была в кухне, у меня четыре дня стоит. Я очень хотела, сдала вот пока я могу сроками доказать. Мне безумно интересно. Аромат очень дорогой. По сегодняшнему ценам, а по сегодняшнему курсу, это вообще как раз космический корабль. Смотрите, как это все красиво. Эстетически, конечно, приятно. Красиво. Ну и в их стиле ничего нового. Такая коробка, такой флакон. Сейчас посмотрим, что там с содержимым. И следом откроем Атор коллекцию. Цветочный мускус. Ну давайте посмотрим, что там с ним. Все очень несподрочно, конечно, но я стараюсь видать все моменты. Ой, ну это, смотрите, сейчас я вам покажу его. Ну это чересчур, конечно, да. Распомбезный флакон. Ну, бог с ним с флаконом. Давайте сейчас будем смотреть, что с содержимым. Ну, приступим. Так, это цветочный мускус. Микро распылитель, кстати, поставили. Отлично. Ну, по первым нотам звучание потрясающее. Хочу сказать, действительно, понимаю, наверное, почему они его хвалят. Сейчас мы с этим разберемся. И вторым моментом наносим божественный цветок от компании Хаканс. Давайте смотрим его. Здесь тоже. Здесь еще круче распылитель. Приятно. У меня уже нет слов. Я сейчас то, что чувствую, я вам сейчас это расскажу. Но это, конечно, ай-яй-яй-яй-яй. Я его очень ждала. Он стоит, как космос просто. Сейчас я расскажу о нем. Давайте подождем ароматы. Увидимся через 40 минут, час по времени. Ну, сейчас, в общем, давайте дождемся вот эту красоту. Сейчас все расскажу, что у меня сейчас в море в голове. И хочется ей поделиться. Увидимся через час. В общем, прошло практически два часа. У меня масса эмоций. Я хочу с ней поделиться. Я уже просто устала. Будь без новых звучаний. И здесь оно новое. И я хочу рассказать, как это выглядит. Как это потрясающе. И сейчас меня обволакивает. Это здорово. Это вот отар коллекция. Давайте начнем с него. Который называется цветочный мускус. Вот с этого друга. Почему с него? Давайте начнем с хорошего. Потому что аромат действительно офигенный. Аромат действительно очень красивый. Аромат действительно поднимает настроение. Он сейчас меня радовал. Но невозможно. Я, размахивая руками, ощущаю аромат, который очень сильно похож на бакару 540. Но. Но. Это то, что немножко расстраивает. Но тем не менее. За минимальную цену, которую просит производитель за данный товар. Укомплектовали такой потрясающий звук. Такую потрясающую комбинацию. Которая поначалу пахнет как бакарат 540. То есть в середине. Ну минут через 15 нанесение. Он начинает приблизительно. Ну такое вот раскрывание. Но здесь много цветов добавлено. Вот эта вот аптечность бакарата 540 здесь приглушена, наверное, такими вот белоцветным букетом. Это красиво. Это ощущение, что вы с большим букетом цветов возле какого-то океана стоите, понимаете. Это очень красиво. Это очень звучит приятно. Действительно, есть вот эта вот нота, которая аптечная. Но здесь она достигнута в том, что в составе есть бархатцы, белый мускус, карамель, белые цветы. И комбинация вышла, ну чудесная. Но за такую цену, такой аромат, это действительно подарок. Скоро 8 марта. Я хочу сказать, что мужчины, присмотритесь к парфюму. Эта офигенная тема на лето. За цену, которую просит производитель. Стойкость у него будет 100% очень-очень-очень сильная. Потому что я сейчас мыла руки несколько раз, и аромат совершенно ни на грамм, никуда не делся. Вот сбалансировали мускус, белые цветы, бархатцы. Вот эти вот бархатцы дают вот такое звучание немножечко аптечное. Аромат действительно достойный. Аромат мне сегодня безумно приятно открыть. Скоро весна, и на весну это будет лидер-продаж 100%. Здесь красиво, стильно, звучно, и ничего лишнего. Аромат рекомендую однозначно. Конечно, вот это вот недоразумение в виде вот этих лепестков. Флакон, конечно, ну... Оставляю желать лучшего, давайте скажем так. Но можно его и не видеть. Потому что содержимое его действительно очень красивое. Спасибо, Атар Коллекция, за такую новинку. Сейчас это уместно. Сейчас весна, и на весну, на лето это будет потрясающий случай. Спасибо, Атар Коллекция, за подобную новинку. Грамотно, достойно. И, ну, флаконы, конечно, снимите. Это тоже перебор просто. Ну, для кого-то и не перебор, но пусть лучше больше, чем меньше в этой ситуации. Красивая штука, очень достойная. И тем более от Арабов, и тем более от Атар Коллекции я такого аромата, честно говоря, не ждала. Это прям хорошая ниша, чистая, вкусная и хорошо сбалансированная. Пробуйте. Это достойно, точно. И так как сегодня у нас две новинки, я хочу вас познакомить с двумя ароматами. Но сейчас у меня, честно говоря, просто дар речи пропал, когда я нанесла вот этот аромат. Я очень его ждала, очень на него возлагало много надежд. Тем более он стоит как... Ну, много он сейчас стоит. По последним ценам. Это очень дорогой парфюм. Ну, не то, что прямо очень, но многое. 450 баксов где-то приблизительно на плюс-минус цена данной композиции. Но, бог с ним, с ценой. Хочется за данную цену данную красивую комбинацию. Правильно? Правильно. Так вот, что здесь? При первом нанесении аромат вообще не отличался от того, что мы распаковывали совершенно недавно. У компании Inisho называется «О для счастья». Это приблизительно, я не знаю, они либо на перегонки выпускали его, кто вперед выпустит. Аромат примерно пахнет точно так же. Приблизительно. Это восточный, цветочный парфюм, который заявлен быть таким глубоким, проникновенным. То есть аромат, который не может оставить никого равнодушным. Но нет, 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 нет. Здесь такого совершенно нет. Здесь Эрбапура, Кирки и он стоят на одной линии. Это будет очень-очень громкий звук. Это будет аромат, заполняющий с собой пространство. Это будет аромат, который соберет по своему шлейфу целую толпу за вами. Но это уже было. Это уже было. Это уже придумали. Это уже придумали неоднократно. Состав заявлен. Апельсин, миндаль, какао, сандал, ваниль и все это вместе. Это Ур для счастья 1 в 1. Мы его недавно открывали. 1 в 1 пахнет так же. Это вот настолько похожий парфюм, что просто, ну, у меня слов нет, честно говоря. Такие прям схожести бывает немного, но, как бы, они пересекаются, но чуть-чуть. Здесь аромат, ну, просто скопирован. Зачем мы это сделали, я не знаю, конечно. Если вам хочется шлейфа за километр, если хочется, чтобы аромат вами наполнял комнату, если хочется заменить кирки, эрбопуру и найти что-то вот в таком роде, да, это он. Если вы пользуетесь подобными комбинациями, вот эта комбинация, находка просто, он покорит все сердца 100%. Но это очень дорого, и, то есть, решайте, конечно, сами. Я особой разницы сейчас не увидела. Я таких ароматов знаю уже вот несколько. И категория парфюма этого, конечно, она достаточно популярна будет, потому что очень много кто ищет аромат, ну, с бешеным шлейфом. Здесь он бешеный, действительно. Смыть это будет вообще невозможно. Это мой опыт, я почувствовала это сразу. И сейчас, более того, пыталась это смыть сама, дабы рассказать вам, насколько это стойко. Ну, и никакой фейри не помог, никакой крем это все не замазал. Это очень-очень-очень стойкий, очень шлейфовый, очень купажный аромат. Но он сладкий, древесно-цветочный. И эта сладость древесно-цветочная уже покоряла нас давным-давно, и это уже не новинка. Опять же, у данного дизайнера подобного аромата в коллекции нет. Ну, и, естественно, ну, как бы это нормально, то, что подумали и взвесили то, что является популярным, что хотят женщины, что хотят мужчины зачастую тоже слышать на женщинах. И создали аромат, который, да, он будет продаваться, безусловно, но, опять же, очень высокая цена для такого звучания. Ну, уж не знаю, кто там инишу придумали для счастья вперед, или они. Может быть, мы просто распаковываем их в последовательности. Если бы мы распаковывали этот раньше, а инишу сейчас, то бы мы инишу сравнивали с этим ароматом. Но аромат одинаковый абсолютно. Достаточно достойный, действительно, достаточно... Но не нового. К сожалению, не нового. Может быть, это уже мои какие-то такие привередливые моменты к парфюмам, но велосипед уже изобрели. Это еще и велосипед. Не хочется его приобретать себе в коллекцию. Я бы не стала, если бы сравнивать с более недорогими вещами, но это Эрбапура и Кирки. Это звучит точно так же. Это будет заполнять все пространство. Вы будете входить и просто... Кто-то будет убегать, кто-то будет радоваться подобному звуку. Но без внимания этот аромат, вот этот друг, не останется точно. Это 100%. Здесь мягкость, здесь стиль, здесь утонченность. Вот в том... Вот в этом цветочном мускусе содержится нежность, утонченность, мягкость. И это все с уважением к окружающим. Это все грамотно, кокетливо, стильно, в меру. И так, как нужно. При этом это в стиле Бакарат 540. А Бакарат 540 покорил мир своим комбинацией со своей коллаборацией вот этой вот звука. Это вот примерно такой же стиль. Он задаст тон, задаст настроение. И вы при этом не будете распугивать окружающих. Здесь прям железобетонный такой момент. Это такая бомба ядерная, которая... Но она не всегда нравится. Это если нужно, конечно же, там, на выход, да. Но пользоваться ежедневно подобным, конечно же, это может быть уже, ну, как-то некрасиво и как-то неуважительно к людям, которые рядом с вами. Но это бомба. И здесь после вашего ухода будет пахнуть все. Вплоть до того, до чего вы докасались. Это прям ах. Нужно это? Пользуйтесь, конечно, на здоровье, потому что аромат действительно неплохой. Но если хочется в меру и покорректнее, то, конечно же, лучше выбрать цветочный мускус. А так, это мощь, что тут сказали. Ну, в общем, как-то так. Я рада была снова приветствовать вас. Скоро буду в строю. С вами была Ольга Грасс. Я надеюсь, вам было интересно. До новых встреч.